Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля и продолжение темы наставничества. Давайте посмотрим, что пишет апостол Павел в послании к евреям, 13 глава 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте их вере». Апостол Павел назидает христиан, веровавших из евреев, о том, что они должны почитать. В оригинале написано «относиться уважительно, почтительно к наставникам». Некоторые люди говорят, что быть наставником – это не библейский принцип, этот стих его полностью опровергает. Апостол Павел говорит, что наставник – это человек, к которому мы должны относиться нарочито уважительно. «И не подражать им, но подражать их вере». Обратите внимание, он говорит, что когда мы с вами начинаем следовать за наставником, то нам важно смотреть не на его харизматичность, не на его какие-то, знаете, вот такие вот административно-хозяйственные плоды. Наша задача – увидеть, насколько этот человек умеет доводить до конца начатые дела, насколько он тверд в своей вере. Когда мы смотрим на наших наставников, мы должны смотреть не на начало, а мы должны посмотреть на конец. Действительно, я знаю огромное число проповедников, хороших пасторов, которые очень хорошо начинали, собирая огромные толпы людей, собирая огромные аудитории, имея большой, огромный, порой потрясающий плод. Но когда приходил закат, они не входили в период значимости, они не становились патриархами, и куда-то просто исчезали, их запал, куда-то девался. Многие падали в грех. И апостол Павел учит нас, что если мы следуем за наставником, то нам очень внимательными нужно быть к тому, как он заканчивает то или иное дело. Мы должны подражать его вере, несмотря на начало, а глядя на конец. Но наставник у нас должен быть.